Как можно увеличить количество продаж? Мы всегда говорили, что они делают неправильно. Так давайте же покажем им, как правильно. Применим пряник вместо кнута. Мы не пользуемся подобными приемами. Значит, мы должны изменить приемы. Ну вот опять вы, Мэри Кей, со своей женской логикой. Так что мы предпримем? Все, что нам нужно сделать, это перестать соперничать друг с другом. Оставим это для других компаний. Смотрите, если один из нас испытывает трудности, другой должен помочь ему, а лучшие из нас должны помочь остальным в достижении успеха. Итак, вступайте и старайтесь как можно лучше. Я знаю, вы справитесь. Хорошо? Хорошо. В этот период, пока еще работая на эту компанию, Мэри Кей обучала, продвигала и руководила одной из лучших команд продавцов. Я должна сделать это. Мэри Кей обучала. Мэри Кей обучала. Мэри Кей обучала. Насчет моего повышения. Я работаю здесь 11 лет. Я привлекла к работе в компании людей в 43 штатах страны. Я сделала для компании очень много. Мэри Кей. Вы знаете, как наша компания ценит вас. И поверьте, я понимаю, что вы чувствуете. Но и вы должны понять, что у мужчин есть семьи, которые они должны содержать. Я должен платить им больше. Но у меня тоже есть семья и счета, которые надо оплачивать. Касательно повышения. Я знаю, вы очень квалифицированный сотрудник, но я не могу позволить женщине занять это место. Нам нужен кто-то, кто будет думать в первую очередь о карьере. Извините. Я думала, это конец. Для меня это было подобно смерти. Потому что я не могла себе представить, что не принадлежу больше компании, которая отдала так много. Я чувствовала себя опустошенной и очень несчастной. И помню, я пришла домой и проплакала всю ночь. И если бы я могла вернуться назад, если бы они позвали меня, я бы вернулась. Но они не позвали, и я была так зла из-за того, что случилось. Столько лет я отдала компании. И вот тогда я решила написать книгу, которая поможет женщинам преодолеть препятствия, выпавшие на мою долю. Я не знала, как пишутся книги, и решила использовать обыкновенный блокнот. Все, что я должна была сделать, это перенести свои мысли на бумагу. Я записала в один блокнот все хорошее, что две компании, в которых я работала, сделали для меня. И на это я потратила две недели. А затем я взяла второй блокнот и записала все проблемы, с которыми сталкивалась. И тогда я подумала, если я такая способная, чего бы я достигла, будь у меня больше возможностей и полномочий. А затем я прочла все целиком и обнаружила, что изложила на бумаге план маркетинга, который откроет перед женщиной неограниченные возможности для достижения всего в мире, чего они только пожелают, если только захотят этого, захотят по-настоящему. Компания, которая даст женщине возможность быть лучше, чем она есть. Итак, компания родилась. Я чувствовала, что должна предложить товар, который женщины могут использовать, в который они могут верить и рекомендовать его другим. При этом они будут абсолютно уверены, что смогут его продать. И я решила, поскольку это должно быть нечто, во что женщины могут верить, а большинство женщин считают себя знатоками косметики примерно с 20 лет, пусть это будет косметика. Конечно, косметика. Почему бы и нет? За месяц до открытия компании умер от инфаркта муж Мэри Кэй. Господи, что же нам делать? Все деньги истрачены, а надо еще уплатить по счетам. Мы продолжим. Мне кажется, ты сможешь. Но как? Сейчас у меня есть только половина компании. Мама, завтра я поеду в Даллас, чтобы помочь тебе. Все будет хорошо. Мы поможем. Я буду работать в Хьюстоне. Мама, ты можешь делать все, что считаешь нужным. Вот моя сберегательная книжка. Никому, кроме тебя, я не доверил бы свои деньги. Здесь 4,5 тысячи долларов. Распоряжайся ими, как хочешь. 13 сентября 1963 года мы открыли двери своей компании, как и собирались. Никто не открывает новую компанию 13-го в пятницу, но мы сделали это, потому что именно с этого дня начиналась аренда. И Ричард помогал продавать заказы, которых тогда, конечно, было немного. У нас была полка с Эрс Робок за 9 долларов с косметикой на ней, и все. Мэрилин старалась продавать косметику в Хьюстоне, как я ее учила. Позже, когда Бен присоединился к нам, став менеджером товарного склада, мы были на ногах до 2-3 часов ночи, рассылая рекламные письма. Все работали столько, сколько было необходимо. Сегодня здесь собрались удивительные люди, которые желают сказать нам несколько теплых слов от всего сердца. Это был первый день первого класса. Я помню, мы вместе пришли домой в тот день. Ты все еще жевала свой бутерброд с яйцом, который приготовила себя сама. И моя мама поняла, что из-за того, что твоя мама работает, тебе приходится готовить обеды самой. С сегодняшнего дня, сказала моя мама, ты будешь приходить к нам на обед. Ты стала членом нашей семьи. Моя мама в восторге от того, что ты до сих пор пьешь молоко со льдом, потому что именно она приучила тебя к этому так много лет назад. Мы пронесли нашу дружбу через всю жизнь, Мэри Кей. Я восхищаюсь тобой. И я люблю тебя. Дамы и господа, подруга детства Мэри Кей из Хьюстона Дороти Зепп Форесталь. Ну что ж, впервые в жизни у меня нет слов. Спасибо вам за то, что вы есть, за то, что вы значите в моей жизни. Да благословит вас Бог. Дороти права. Я ела ее завтрак каждое утро. Она была ребенком, не знавшим голода. Каждое утро мама завивала ее светлые кудряшки, ее волосы всегда были завиты. И в своем накрахмаленном передничке она была таким милым ребенком. А рядом с ней Мэри Кей со стрижкой, выстиранным, но мятым платьем, потому что, если я хотела быть в выглаженном платье, мне необходимо было делать это самой. Она всегда была такой идеальной. Вот такие воспоминания. Это было удивительное время. Бурлящие двадцатые. Реклама в Америке никогда раньше не обещала так много. Но для молодой девушки из Хьюстона в Техасе эти рекламные обещания были очень далеки. Вот, папа, это должно помочь. Спасибо, дорогая. Картофельный суп. Я только что подумал, как я хочу картофельного супа. Картофельный суп? Да, на ужин. Я не ел картофельного супа с тех пор, как его готовила твоя мама. Картофельный суп. Картофельный суп. Я не знаю, как готовится картофельный суп. Послушай меня, дорогая. Тебе нужно взять две картофелины, их как раз хватит для папы. Одну луковицу и четверть сметаны. О, мама, ты не могла бы приехать домой. Ты справишься. Не забудь про масло и мелко порежь лук. Я скоро приеду. Мне нужно бежать, дорогая. Я знаю, это трудно, но мама верит, что ты это сможешь. я люблю тебя. Пока. Я хочу сказать, что ты живой пример того, что можно сделать все, если ты в это действительно веришь. Ты это сможешь, всегда говорила тебе мама. Ты это сможешь. Да, так она говорила. И знаете, я понимала, что если Дороти сделала что-то на отлично, то я должна сделать это на пять с плюсом, потому что это был единственный путь оставаться с Дороти. У нее были такие вещи, которых не было у моей семьи, а следовательно, не было у меня. И я завидовала ей с одной стороны и в то же время восхищалась ею. Во что бы она ни была вовлечена, она всегда этим руководила. Да, мы всегда соревновались в достижении первенства во всем, что бы мы ни делали. Она была невероятно одаренной в способности брать на себя ответственность даже в первом классе. Ясно помню первую ее помощь мне. Я плакала и не могла открыть маленький замочек, а она подошла и спросила, «Чем может помочь?» Она… Я совсем этого не помню. Я это помню. Это забавно. Это было так много лет назад, а я все это помню. Не говори, сколько лет. Нет, я не скажу. Однажды Мэри Кей сказала мне, «Женщина, которая скажет, сколько ей лет, может сказать все, что угодно». Правильно. Итак? Итак, нам за 30. Участие Америки во Второй мировой войне стало главным моментом на пути к победе. Спасибо. Мэри Кей была исключительной студенткой и легко заводила друзей. Она была непобедима в любых дебатах и полемике и стала лучшим выпускником класса. А затем было долгожданное обучение в колледже. Это так чудесно. Я знаю, Мэри Кей. Я так нервничаю. Дороти, не волнуйся. Ты можешь завоевать весь мир. Время пришло, и ты станешь самой красивой студенткой Техаса. Так много одежды. Я боюсь. Я очень боюсь. Все будет в порядке. Я знаю, ты сможешь. Если ты можешь нести этот чемодан, ты сможешь сделать все, что угодно. Хорошо. Я готова. А ты готова? Готова. Не забудь это. Пока. Итак, приключение началось. Они ехали в колледж. Это была уже другая жизнь. Я думаю, что мы взрослеем, когда преодолеваем проблемы и трудности в нашей жизни. И я уверена, что мой жизненный опыт в преодолении такого количества трудностей пригодился бы и другим женщинам. И они могли бы использовать его в их жизненной борьбе, возможно, даже становясь лучше, чем они могли бы ожидать от себя. Я была одинокой, разведенной женщиной. Без алиментов, без способия на детей, без дома. А теперь все мои мечты воплощаются в реальность, потому что я сама могу их осуществить. У меня свободный график работы. Я могу оставить постоянную работу, а когда работаешь на себя, получаешь то количество денег, которое заслуживаешь. Это замечательно. Сегодня меня радует мысль, что мы меняем жизнь женщин не только в Далласе, но и во всем мире. Страна за страной присоединяются к нам с абсолютно разными культурами, но с одинаковыми нуждами и целями в жизни. Вы готовы к самому захватывающему вечеру в вашей жизни? Прекрасно! Потому что вы увидите, как мечты превращаются в реальность. Ведь именно по этой причине вы здесь. О, спасибо! Могу поспорить, вы заслужили. Я это чувствую. Здесь так и должно быть, не правда ли? Правда, я так вам благодарна. В Кливленде, Огайо, много лет назад вы мне сказали, Нина, возьми машину, и я сделала это. Нина, стань лидером. И я стала. Скажите мне что-то еще. Стань национальным лидером. Стану. Я работала над своим дипломом и одновременно координировала тренинги по трудоустройству для молодых людей. А сейчас я начала зарабатывать деньги и все еще остаюсь волонтером прежних занятий. Я была очень несчастлива на своей работе. Я отдавала-отдавала многим людям, но не получала так необходимого мне удовлетворения. Мэри Кэй дает мне возможность помогать людям и в то же время жить сказочной жизнью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok